Неизвестного живописца Или, возможно, группу нескольких художников называют Мастер женских полуфигур Работы, которые приписывают мастеру Это портреты молодых дам Красивые, нежные, романтичные Дамы не сидят сложа руки Они читают, пишут письмо Или играют на музыкальных инструментах Мастеру приписываются также Несколько картин, мифологических сюжетов И копии стандартных композиций Но особенно хороши именно женские портреты Его произведение Это пример изменений тем Которое произошло в эпоху Возрождения Вопреки темам Средневековья И это простые события И сцены повседневной жизни Мастера женских полуфигур Можно назвать жанристом Он писал реже для церкви Больше для частного рынка Его пытались идентифицировать То с французским придворным художником Жаном Пуэ То с Гансом Верейком Но творческое лицо мастера Так и остается загадочным Нет согласия в отношении его личности Места и периода его деятельности Антверпен, Брюге, Гент, Мехелин Как правило считается Что мастер жил и творил В начале 16 века Его искусство ближе всего к Иосу ван Клее И в какой-то степени связано С Бернаром Ван Орлеем Однако мастер женских полуфигур Выработал собственную индивидуальность И стоит особняком Медерландской живописи Первой половине 16 века Мадонна с младенцем Из собрания Эрмитажа Отличается очень высокими Живописными качествами И несомненно Является одним из лучших Произведений этого художника Прекрасно построенная композиция Точный рисунок Изысканная и яркая красочная гамма Натюрмурт на первом плане И великолепный пейзаж в глубине Напоминающий картины Юахима Паттинира Все это с лучшей стороны Характеризует незаурядный талант И утонченное дарование Мастера женских полуфигур Кроме того Картина неожиданно раскрывает Творческий метод художника Последовательность его работы На лице богоматери Ее плаще На телце ребенка И кое-где в пейзаже Можно заметить тщательно Разработанный Подготовительный рисунок Который проступает Из-под слоев прозрачной живописи Обычно такой рисунок Исследователи Обнаруживают лишь При изучении картины С помощью инфракрасных лучей Да и то довольно редко Это слоев прозрачной живописи Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В этом изысканном портрете Мария Магдалина спокойно сидит, окруженная красивым интерьером. Ее взгляд направлен в неизвестное для зрителя направление. Она изображена в три четверти с овальным лицом, опущенными глазами, прямым тонким носом, приподнятыми бровями и ухоженными руками. Ее бархатное платье с низким вырезом плотно сидит на ней. Волосы разделены в центре на пробор и частично покрыты головным убором. Тонкость и изящество исполнения ее фигуры может натолкнуть на мысль, что этот портрет – просто изображение молодой аристократической леди. Однако присутствие сосуда с мазью, которую она сжимает в руках, раскрывает истинное лицо героини. Сосуд – атрибут Марии Магдалины, указывающей на ее связь с Иисусом, как женщины, которая омывала и мазала его ноги. Поэтому работа преобразована в религиозную картину, а ее задумчивый взгляд принимает новое набожное значение. Разделяя множество стилистических особенностей с манерой мастера женских полуфигур, Мария Магдалина с сосудом на фоне интерьера, как полагают, была создана в пределах круга художника. Сравнительно большое количество задумчивых поясных портретов, приписанных авторству мастера, привело к полному одобрению того, что эти картины были результатом совместного творчества, а не кисти одного художника. Работа Мария Магдалина с сосудом на фоне интерьера – тематика которой стиль и форма напоминают портреты, приписанные мастеру женских полуфигур. Вероятно, она была создана в его окружении, являясь прекрасным примером данного жанра. Работа автора определялась его специализацией на небольших изображениях молодых особ в поясных портретах и религиозных сценах. Они часто изображались сочтением, письмом или играя на музыкальных инструментах. Как правило, фигуры были деликатно написаны, олицетворяя идеал женской красоты для художника. Автор пополнил тип таких фигур, используя их в религиозных картинах с Марией Магдалиной и Мадонной, где младенец Христос является нагим и мускулистым. Будучи противоположными, женские фигуры на этих двух картинах имеют ясные схожие черты, заметные в изображении платьев, лиц и попс. В обеих работах ощутимо влияние итальянского ренессанса и манеры идеализированных изображений Марии Магдалины и Мадонны. Однако исполнение текстуры пейзажа отражает традиции национальной школы художника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Картина музыкантша является одной из самых характерных работ мастера женских полуфигур. Изящные позы музыцирующих женщин, грациозные движения тонких нежных пальцев, нарядные платья, сшитые по моде XVI века, драгоценные украшения, а также колорит, блестящие несколько холодные краски, напоминающие эмаль. Все это придает облику музыцирующих изысканность и элегантность. Однако художник не пытался, а возможно и не был способен дать глубокую всестороннюю характеристику музыкантш, раскрыть их духовный мир. Образы его поверхностны, лица со сглаженными чертами похожи одно на другое. Субтитры создавал DimaTorzok Мастер женских полуфигур несомненно хорошо владел нотной грамотой, в его картинах четко выписаны ноты исполняемых партий. В австрийском варианте музыкантши исполняют песню очень известного в свое время композитора Клодена де Сермези, на слова поэмы не менее известного Клемана Моро, придворного поэта Маргариты Наваррской. Эта поэма была опубликована в 1528 году в Париже. Музыкантши смотрят в ноты, в которых записан по-французски текст. «Я дам вам радость, мой друг, и поведу вас туда, куда стремится ваша надежда. Пока я жива, я не покину вас, даже когда я умру. Моя душа сохранит о вас память». Как считает известный советский музыкант Майкопар, музыкантши на эрмитажной картине исполняют ту же песню. У певицы партия сопрано, в то время как флейтистка играет по теноровой партии. Люднистка аккомпанируют, и не глядя в ноты, по памяти. Поскольку флейты делались из одного куска дерева, и невозможно было менять их строй, флейтистам приходилось пользоваться несколькими инструментами. Девушка на эрмитажной картине имеет два инструмента. Один у нее в руках, второй на столе, рядом с нотами, в своеобразном двойном футляре. В глубине на стене комнаты виден также футляр для людни. Идентификация личности, место и период деятельности мастера женских полуфигур подвергались широким спорам. Действительно, историки искусства приписывают авторство живописцу из южных Нидерландов или группе живописцев. Самый убедительный аргумент распознает в мастере художника из культурных кругов города Мехелина. Вследствие наличия литературных и музыкальных элементов в его работах и Антверпена, из-за близости пейзажей мастера к стилю Иохима Паттинира. И сходство женских образов с Бернартом Ван Орль. Оба художника работали в Антверпене. Некоторые историки полагают, что мастер, возможно, обучался в студии Паттинира в Антверпене, а другие детали его картин указывают на контакт с так называемым антверпенским манеристом Яном де Биром. Исходя из этого, мастер, предположительно, был активен в Антверпене около 1520-1530-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok